В субботний день в актовом зале Центра досуга детей и молодежи «Современник» собралось много молодых людей. Это место было объявлено стартом автоквестеров. Участников соревнований напутствовали инспектор ГИБДД и организаторы мероприятия. Желаю вам удачи, командной работы прежде всего. Я думаю, у вас все получится. Ну и, как сказал инспектор, правила дорожного движения – это основной приоритет, несмотря на то, что соревнования на время. А, да, автоквест объявляю открытым. Перед стартом команды прошли регистрацию. Мы участвуем впервые, надеюсь, нам понравится. Мы чему-то научимся, может быть, даже победим. Хотелось бы. Для нас это уже стало традицией. Мы уже не первый раз участвуем. Нам нравятся подобные мероприятия. Это приятное, веселое времяпровождение. Развивает интеллект, мышление, ориентирование по городу. То есть прививает какие-то навыки. Ну и просто это весело. Всего в зимнем автоквесте приняли участие 15 команд по 4 человека. Каждый экипаж состоял из водителя, штурмана и помощников. Получив задания, команды друг за другом отправлялись разгадывать головоломки. На выполнение заданий, на смекалку, на скорость. На этот раз организаторы придумали для участников 8 заданий. Квестеры должны посетить каждую из 8 контрольных точек и сделать селфи, потратив на прохождение маршрута как можно меньше времени. Правила игры просты. Участникам предстояло двигаться по утвержденному заранее маршруту, решая по ходу интересные задания. Чем быстрее и точнее решались головоломки, тем больше у команды было шансов выиграть гонку. Каждая команда пришла побеждать. Не просто так покататься по городу. Покататься мы можем и в любой день. На последних этапах среди участников развернулась настоящая борьба. Разница во времени между выполнением заданий исчислялась несколькими минутами. Первыми с заданием справилась команда станций технического творчества «Бывшие». Весь маршрут ребята преодолели за 1 час 1 минуту. Вторыми с интервалом в 4 минуты пришел экипаж команды «Совет молодежи» комсомольского газового промысла. Третьей стала команда западно-торгосалинского газового промысла, которая все этапы преодолела за 1 час 6 минут. Также участники получили специальные призы от спонсоров. За креативность наградили команду «Культ Ура» – управление культуры. За лучшее оформление авто – команду «Ямал Коммун Энерго». И за единую форму – команду «Оптимисты». Победители автоквеста получили грамоты, денежные призы и сертификаты. Елена Канина, Олег Семагин, Новости Губкинского.